Если посмотреть Баракалуфику на то, что передал Абдулла ибн Аббас, в этом предании указание на то, что самые великие люди в вопросе упования, а это отец пророков Ибраим и самый лучший пророк Мухаммад, они сказали эти слова в тяжелой ситуации. И в обоих случаях Всевышний Аллах дал выход из этих ситуаций, то есть из тех ситуаций, в которых они казались. Ибн Аббас, в роде Аллаху, сказал, что в Коране сказано, достаточно нам Аллаху, лучше на кого можно положиться. Сказал это слова Ибрагима, когда он был брошен в огонь, и то же самое сказал пророк, когда услышал от людей, что некий народ собрался против вас, так побойтесь же их, но это только увеличило их веру. И они сказали, достаточно нам Аллаху, лучше на кого можно положиться. Эти слова, братья, слова обладателей веры. То есть обладатели веры всегда должны говорить эти слова. Влияние этих слов в тяжелых ситуациях удивительно. Но о последствиях этих слов может знать только тот, кто сказал их правдиво, тот, кто воплотил упование, и тот, кто действительно увидел плоды этого с помощью Аллаха. Эти слова сказал Ибрагим, когда его бросили в огонь, братья. В одной из версий хадиса сказано, что это было последними словами, которые он сказал перед тем, как его бросили в огонь. Его положили в катапульту и бросили. И вот последнее, что он сказал, что? Хазбун Аллаху ва неам аль вакиль. И после этого пришло облегчение от Всевышнего Аллаха, в виде чего? Всевышний Аллах сказал, Кульная на руку не бардан ва саляма на аля Ибрагим. О, огонь, Аллах сказал, огонь, стань для Ибрагима прохладой и спасением. Ученые говорят, почему Всевышний Аллах сказал спасением или же безопасным. Потому что, если бы сказал просто с холодом или прохладом, то Ибрагим аль ва салям замерз бы в этом огне. Вот видите, сегодня же мы говорим, Аллах создал этот мир. Аллах создал этот мир причиной, братья, и результатами. То есть подведя итоги, подводя итоги сегодняшний урок. И мы, Барак Луфикум, берем причины и ждем результаты Всевышнего Господа. Иногда, Барак Луфикум, при попадании в ту или иную ситуацию, тут понятно, что нет, не может никакие причины. Человека завязали, положили в катапульту, разожгли огонь. Как пришло в некоторых версиях, братья, огонь такой, что птица не могла пролететь над этим огнем. Разожгли для Ибрагима аль ва салям. Бросает его в огонь. Человек летит в огонь. Тут о каких причинах может? Тут хазбун Аллах, нам достаточно Аллаха, Господа этого мира, управляющего этим миром и так далее. Его достаточно, потому что этот огонь – одно из его творений, Субханал Аталь. И Аллах приказывает результатов, без чего? Беспричинно. То есть результат огня – это что? Сгорание. А тут результат противоположный. Кульная, нару, куни, бардан, вассаляма, аля Ибрагим. Ибрагим сказал, о, огонь, стань для Ибрагима прохладным и спасением. Вот так Аллах, спа-наталья, братья, мощен изменить земные порядки, потому что он создатель, он сделал огонь сжигающим. И он же может сделать огонь прохладным. И он может сделать огонь тем, что… То есть причиной мерзлоты. Поэтому он сказал, саляму, безопасным, чтобы Ибрагима не замерз в этом огне. Так же было и с нашим пророком, салалу асаляму, и его сподвижниками. История после битвы ухуд. Они были ранены. Очень сильно пострадали. Очень сильно утомили, устали. Сил вообще не было. Аллах, спа-наталья, сказал, что пришел некий человек и сказал Пришел один человек и сказал пророку, саламу, сподвижникам. Войско Абу-Суфьяна, которое отступило, сейчас опять собрались. И хотят опять на вас напасть, добить вас. То есть, представляете, они и так без сил. Они и так без сил. Они и так все ранены. Столько. И еще у них же и моральный шок же. 70 человек погибло. 70 человек погибло. Представляете, в каком они шоке все. Фахшаум, так бойтесь же их. То есть, повторного нападения. Фазада умимана. И это увеличило их веру. Ва калю хазбу на лаву не амали. Сказали нам, достаточно Аллаха. И как он прекрасен. И как прекрасен этот попечитель. Результат. Как там куни, бардану асаляму. Здесь результат. Он сказал. Фанкаля бу биняймати на лаву. Вафадли лям ям сасумсу. Они вернулись по милости Аллаха и его щедроте. Так, что не коснулось их зло. А видите, результат за кем? За Всевышним Аллах. Его милость и его щедрость. Вот-то бау ридван Аллах. Они последовали за довольством Аллаха. Валлаху за уфадли на азим. Аллах обладает великой милостью. Подробно, братья, об этих событиях. Что там произошло и так далее. Аханду лля. Мы говорили в Сирии. Про Аксаласам. Сегодня мы уже это упоминали. Ссылка, иншалла, будет под видео. Одним словом, братья. В словах Хазбун Аллаху. Маняя Малю Акиль. Воплощение таухида во всех его видах. Таухида Рубубия. Таухида Улюхия. Таухида Асма Усифат. Как мы об этом говорили в начале урока. Давайте посмотрим на Слава Всевышнего Аллаха. Аллах сказал, уповай на живого, который не умирает. Посмотри, на кого следует уповать. На великого Господа. Который описан тем, что он живой. Всегда живой. Других аятов сказал, что он не спит. И не овладевает им дремота. И сказал, он никогда не умрет. И поэтому, чем сильнее в твоем сердце, брат мой, едино Божий, тем твое упование будет сильнее на Господа. И наоборот, чем слабее твое едино Божие, тем слабее будет твое упование. Также в этом поклонении, братья, в поклонении упования, воплощении Таухида Улюхия, который проявляется в том, что сердцем человека присутствует опора на Господа. Субханалталь. Как мы сказали, из том мышц, если в нем все они работают. Хорошие мысли об Аллахе, Субханалталье. Доверие Ему, Субханалталье. Это является великим поклонением. Поэтому Тауаккуль – это Таухид на практике, братья. Исходя из всего лучшего сказанного, мы видим, что этот вид поклонения могут совершать только те, кто воплотит в себе Единобожие. А воплотить в себе Единобожие будет только тот, кто изучает его и старается воплощить все, что изучил в свою жизнь. Подводя итоги, Барак Лауфикум, хочется сказать, что в словах «Хасбун Аллаху ва нея мальвакель», как мы сказали, в воплощении Единобожия. Эти слова особенно следует говорить языком и сердцем при разных видах сложных ситуациях. Так как эти слова, братья, врата выхода из любой трудности. То есть знай, что вот если ты оказался в трудности, как будто в запертой комнате, у этой запертой комнаты есть дверь. И эта дверь называется как «Хасбун Аллаху ва нея мальвакель». Не надо забывать об этих словах. И не следует относиться к ним халатно. Ведь нам пророки, саллаллаху алисалям, пример. Точно так же, как и в Ибрагиме, алисалляту алисалям. Для нас прекрасный пример. Поэтому в любой сложной ситуации обладатели имана говорят эти слова. В известном хадисе, братья, Барак Лауфику, мы упоминали этот хадис, разбирая книгу Ада Бульмуфрат, глава о дуа матери. Часть этого хадиса. Хадис звучит так, что в люльке разговаривали только трое. В люльке разговаривали только трое. Первый это алисалям. Второй Барак Лауфикум, это товарищ Джурайджа. Сахмур Джурайдж. И третий Барак Лауфикум, это то, кого мы хотим упомянуть, а это младенец. Что касается истории про Джурайджа, обязательно прослушайте его, если кто-то не слышал. Вот очень-очень интересная история. Братья, в наше время, Субхан, к сожалению, это братья-мусульмане или сестры смотрят какие-то сериалы. Зачем вы опускаете? Братья, улай, смотрите эти сериалы и так далее. Это то же самое, что кушать сгнившую пищу. Разве один из вас позволит испорченные продукты питания, свинину, мертвичину есть? Улай, то, что вы смотрите эти сериалы, это то же самое, что вы кушаете. Когда есть благая пища, финики, свежее мясо и так далее. В виде чего? В виде историй, тех историй, которые упомянуты в Куране и Суны. Аль-Хамду-Лля, братья Джазауму Луахарян открыли целый канал, в который собрали куранические истории, истории с Суны Проксусом. Огромное количество, столько интересных историй. Канал у нас есть, иншаллах, ссылка будет под видео. И вот там, в этих историях, Барак Луфиквам, история Джурайджа. И третий младенец, о котором рассказал Проксусом, он рассказал о том, что одна мать кормила своего ребенка. И пришел один человек, всадник, в красивой одежде, скакал и так далее. И мать сказала, это, о, Аллах, сделай моего ребенка таким же. То есть, как в наше время, некоторые матери говорят, о, Аллах, сделай моего ребенка успешным, когда увидит какого-то бизнесмена на Мерседесе С-класса и так далее и тому подобное. И Пророк, салаллаху, рассказал, даже показав, ребенок сосал, говорит, оторвался, повернулся, сказал, о, Аллах, не делай меня таким. И опять начал сосать эту грудь. Чуть позже Пророк салалсэм рассказал о том, что начали, появился, она, эта мать, кормит ребенка. Представьте, мог грудной ребенок, разоговорит. Она продолжает кормить этого ребенка и ведут рабыню и бьют его. И говорят, ты своровала, ты сделала прелебодеяние. А все, что она говорила, это повторял слова хазбу на Аллаху ва не ам аль вакиль. И эта женщина, сказал, Аллах, не сделай меня, не делай моего ребенка таким, как эта рабыня, этот ребенок, который сказал, Аллах, сделай меня таким. То есть, сделай меня из тех, кто уповает на Всевышнего, Аллах спонтан, из тех, кто говорит, хазбу на Аллаху ва не ам аль вакиль. Поэтому, если кто-то тебя ущемляет, если кто-то поступает с тобой несправедливо, постоянно говори эти слова правдиво, не только языком, сердцем. Даже если тебя, барак лауфикум, начнут волновать вопросы, связанные с тем светом. А мы говорили из ошибок, упования на то, что связаны только с мирскими вопросами. Должно быть упование на то, что связаны и с тем светом. И из этих вопросов это говорить хазбу на Аллаху в вопросах, связанных с тем светом. Потому что это облегчит тебе твое положение на том свете. И на это указание пришло в сунне пророка, салаллаху алей салям. Пророк, салаллаху алейхи ассалям однажды сказал, братья, как я могу наслаждаться, если носитель рога приложил рог к своим устам и склонил свой лоб в ожидании разрешения. То есть, когда разрешат ему дунуть в этот рог, то есть, Исрафиль, алейсалям, приложил рог к своим устам и наклонился, ожидая дозволения со стороны Господа Супанатали, чтобы он дозволил начать судный час. Исподвижники пророка, салаллаху алейхи ассалям, услышав это, испугались и спросили, так что же нам говорить о посланник Аллаха, на что пророк, салаллаху алейсалям, сказал им, скажите, хазбун Аллаху, ваниамаль вакиль, аля Аллахи, таваккально. Нам достаточно Аллаха, и он лучше, кому можно довериться, и на одного Аллаха мы уповаем. Тавакколь в чем? В самых великих делах, а это спасение от ада, спасение от ужасов судного дня, спасение от наказаний могилы, упование на вхождение в рай. Прошу Всевышнего Аллаха, сделать меня, всех тех, кто присутствует на уроке вживую, всех тех, кто присутствует на уроке онлайн, всех тех, кто увидит и услышит этот урок, сделать из тех, кто по-настоящему уповает на Господа, субханаху вата'аля, хаза в Аллаху ваалям, субханах Аллаху мауби хамдик, ашхаду анля айля ахланты, аставу фирку анту вайлайфу. Вама арсална мин каблика илля ридалан нухи илайхим, фасалу ахля зикри ин кунтум ла та ламун, билбай инати иллаху Субтитры создавал DimaTorzok